Дорогие друзья, в этом небольшом фильме я хочу показать, как создавалась книжка «Синие байки», какие рисунки ей предшествовали, как трансформировались в процессе, и что вдруг, как из живой ткани, возникало, оживало и превращалось в видеоряд или даже в мультфильм. В начале появился хирург Жабин. Он не сразу нарисовался таким, каким предстал в одноименном мультфильме «Синяя лампа». А это рассказ «Муляжный способ». Портниха показала ему свое оборудование. Вот оверлок, вот зингер новый, кожу слона берет, вот клепочник, вот лейбы, выбирайте. В лейбах Жабин ничего не смыслил, но по знакомому слову взял кэммл. Здесь можете раздеться, начнем, сегодня и закончим. То есть как раздеться? А так снять мерки? По одежде? Я так не шью, только муляжным способом. Да и фигура у вас нестандартная. Не стесняйтесь. Хочу обратить ваше внимание. Эти рисунки нарисованы в технике монотипии, то есть прикладывании смоченных в акварели клееночки или стеклышка к бумаге, с последующим доведением кистью. Именно таким образом получается такая живая фактура. А это рассказ о том, как Жабин ловил свою синюю птицу и ведь поймал-таки. Это иллюстрация из книжки. А вот кот в клетке пошел мяукать в мультфильм, над которым я работаю в данный момент. В хозяйственном магазине Жабину дали четыре Машеньки. Смертельный мел, от которого умирают насекомые, если переступают ядовитую черту. Удивился он странной несоизмеримости назначения средства и его названия, но уточнять не стал, да и плевать в общем. По инструкции начал чертить лабиринты и увлекся так, что из обычных линий у него вышел прекрасный графический шедевр. Белоснежный локтевой сустав на небесной синеве стены. Спал Жабин тревожно. Другие рассказы – это комичные истории о художниках и водопроводчиках, музыкантах и дворниках. История о добром дворнике. Он мёл улицы и была везде чистота. А называется рассказ «Макрофлекс и апокалипсис». Вот так изначально искалась пластика в стиле оформления книги. Этот графический лист, выполненный в технике перо-туш, органично влился в рассказ «Рецепт». Арфа рисовалась в моей жизни много раз. Эта из детства с такой грушообразной декой стояла у меня в комнате. А так как она была еле жива от старости и без подпорки падала, на ней можно было только разыгрываться и играть гаммы. С ней возник рассказ «Синяя струна». Однажды в каком-то питерском магазине меня поразил предмет – винный бар, сделанный из контрабаса. Почти об этом и рассказ – флешмоб. А ожившие бутылочки вошли в другой мультфильм и были сданы как тарот сотрудниками Пятого канала. Далее идет история Пивова Сидорова, который вошел в астральную связь с Петровым Воткиным, и они вместе красили петербургские прогнившие водопроводы и разливали из-под крана добрый русский коктейль. Этот персонаж очень хорошо вписался в мульт про донтиста Фролова. В изготовлении мультфильмов я пытаюсь экспериментировать и использую разные материалы, например, гречу. Далее идут откровения музыканта, влюбленного в свою трубу. Этот «Синий бархат» как-то постепенно вошел в серию живописных работ «Школа игры на…». Следующий раздел книжки повествует о комплексах, тайных желаниях современного художника, о его снах, фантазиях, удачах и неудачах. Вот так выглядит художник в момент творческого кризиса. А эта челюсть, издающая неприятный звук «клац-клац», породила целую серию маленьких историй. Звук «клац-клац» «Ал Turn-A 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 Turn- Продолжение следует... Продолжение следует... Внизу страницы написано «Дорогой читатель, прочти эти рассказы в другой раз». Действительно, стоит прерваться, так как это довольно серьезные и даже грустные истории. Для иллюстрации я использовала работу, имеющую такую историю. Когда-то при печатании тиража под прессом лопнул ценный литографский камень с нанесенным на него рисунком. Удалось сделать всего только три оттиска. Вот этот, уже единственный оставшийся экземпляр из трех. Это компьютерная обработка. Хотелось сделать такой черный лист. Но при печати, как выяснилось, очень сложно добиться глубокого черного цвета. Я использовала оригинал в технике перо-туш. Для этих серьезных рассказов я тщательно подбирала материал и использовала свои живописные работы, акварели, масляную живопись, афорты. Конечно, с последующей компьютерной доработкой. В самом конце работы над оформлением книги рисовалась обложка. И было множество вариантов. Я даже провела опрос мнения друзей по этому поводу. Какую же выбрать? И так получилось, что выбрался вариант с хирургом Жабиным. Вот. В завершении хочу вам пожелать синего спокойного неба и синих прекрасных цветов.